МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи погибших щук, карпов, толстолобиков и карасей. О массовой гибели рыбы в окрестных прудах села Краснополье Тамбовского района узнал Дмитрий Шапкин. Жаль, что камера не придает запах, который царит здесь. На самом деле ужасно. Это запах разлагающейся рыбы. Причем огромного его количества. Сокращая путь, можно сократить себе жизнь. В рейд вместе с сотрудниками линейного отдела полиции вышла Полина Болотова. Одна из народных троп на этом участке располагается прямо под Елецким мостом. Сотрудники правопорядка регулярно фиксируют здесь административные правонарушения у всех категорий граждан. Только за этот год отсюда в участок были доставлены 33 несовершеннолетних. Число социальных предпринимателей в регионе может быть увеличено в 16 раз. О том, как раскрыть этот потенциал и простимулировать развитие бизнеса с душой, говорили на тематическом форуме. На площадках форума неформальная атмосфера, общение в формате живого диалога, кульминацией которого станет стратегическая сессия в конце рабочего дня. Советский кинорежиссер, теоретик кино и наш земляк. В Тамбове, на здании, в котором учился Лев Кулешов, открыта мемориальная доска. Лев Владимирович Кулешов, как один из основателей и первых педагогов ГИКа, обучал Михаила Рома, который, в свою очередь, был наставником для многих мастеров советского кино, таких как Кончаловский, Михалков, Шукшин, Мета, Чухрай, Андрей Тарковский. Здравствуйте! В эфире «Область новостей» и в студии я, Полина Матовникова. На здании второго корпуса шестого лицея в Тамбове появилась памятная плита с именем одного из основателей ГИКа, советского кинорежиссера, теоретика кино и нашего земляка Льва Кулешова. В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители делегации ГИКа и глава области Максим Егоров. О вкладе Льва Кулешова в мировой кинематограф расскажет наш корреспондент Павел Юрасов. Он был знаком и дружен с Майковским, Мерхольдом, Пастернаком, Вертинским. Лев Владимирович Кулешов, легенда теории и практики киноискусства, родился в Тамбове в 1899 году. Среднее образование получил в реальном училище. Сегодня это шестое лице на улице Советской, а тогда улица называлась Большая. Именно на этом здании открыли памятную доску. Мы вспомнили о выдающемся сыне нашего города, Тамбовской земли. И вот буквально вчера мы с ректором ГИКа говорили, не было у Кулешова, не было, наверное, и в ГИКа. И, конечно же, низкий поклон. И очень здорово, что на центральной улице, улица Большой, как говорили, мы вспоминаем о нашем действительно сыне, замечательном сыне нашего города, нашей Тамбовской земли. Лев Кулешов стоял у истоков первой в мире государственной школы кинематографии, нынешней в ГИК. Его педагогический опыт и научные подходы лежат в основе преподавания киноискусства в университете. Традиции, именно на традициях классическое кинообразование и держится. Инновации обязательно, цифровые технологии тоже мы сейчас обучаем, применяем в кино. Но всё-таки сила учебного заведения – это традиция. Тамбов в эти дни посетила не только делегации из ГИКа, но и внучка Льва Кулешова. Мы с ним очень много общались, и он мне очень помогал, когда я поступала во ВГИК. И я очень хорошо его помню, и я ему очень благодарна, потому что он очень многому меня научил, не только любить кино и разбираться в кино, но и жизни научил. Лев Владимирович Кулешов, как один из основателей первых педагогов ГИКа, обучал Михаила Рома, который, в свою очередь, был наставником для многих мастеров советского кино, таких как Кончаловский, Михалков, Шукшин, Мета, Чухрай, Андрей Тарковский. Поэтому с полной уверенностью Льва Владимировича Кулешова можно назвать творческим дедушкой большого советского и российского кино. Да и не только советского или российского, мирового. Киноэффекты, примененные Львом Владимировичем, используются до сих пор. Открытие нашего земляка в области монтажа переписали киноязык. Так американский режиссер Альфред Хичкок назвал эффект Кулешова настоящим искусством создания идей. Павел Юрасов, Александр Чекмарев, Александр Щеднов. Область новостей. Народный артист России Александр Михайлов пообщался с будущими деятелями культуры, студентами ТГУ имени Державина. Творческую встречу провели в рамках Дней в ГИКа в Тамбовской области. О том, как это было, расскажет Юлия Савушкина. Студенты факультета культуры и искусств. Предвкушение встречи с Александром Михайловым. У будущих актеров есть возможность перенять опыт у народного артиста России и профессора в ГИКа, талант которого уже вдохновляет. Если брать фильм культовый «Любовь и голуби», то его простота. В этом фильме он просто простой, обычный человек. Нет чего-то такого прям особенного, но он этим и завлекает своей простотой. Хочется все-таки лично пообщаться, потому что можно читать и на экране смотреть этого человека. Может сложиться одна картинка, но все-таки при личном общении. Может быть у нас вообще совершенно поменяется мнение и в лучшую, конечно же, сторону. То есть, возможно, мы узнаем о нем какие-то такие факты, о которых нигде не было написано, не сказано. Стеснительный и даже зажатый так говорит о себе Александр Михайлов, общаясь с ребятами. Действующий руководитель актерской мастерской вспоминает, как сам заболел театром. Был матросом-мотористом, ходил в море на разных судах, но в какой-то момент попал на дипломный спектакль театрального института во Владивостоке. Это была постановка Иванов. Тогда я, прожженный, казалось бы, видел все, и смерть, и все, и уже. И вдруг я плачу. У меня слезы отонпал Чехов. Я никогда не забуду это восприятие свое. Это какой-то спектакль такой искренний. Вот этот студент, студент, которому едва за 20, пьеса возрастная довольно, наклеены бороды, парики. Все эти вот эти мальчишские девчонки, они настолько потрясли своим спектаклем. Вот это вот отдача искренностью, заразительностью. Вот это основа нашей профессии. Это не просто веро предлагаемое стоятельство, а способность заразить зрителя. Поделился Александр Михайлов и воспоминаниями о том, как он сам сделал первые шаги навстречу к сцене и кино. Этот путь начался в Дальневосточном педагогическом институте искусств. Конечно, я читал плохо, но меня, почему-то, взяли за рост, может быть, за какую-то вот органику. Но два года меня выгоняли. Погоняли, потому что я не мог справиться вот своей зажатостью, стыдливостью, стыдливостью. Он был очень стыдно и до сих пор сохранил там краснею в свои 78 лет. Вся кафедра была против. И только одна женщина, Вера Николаевна Сундукова, которая меня взяла, она говорит, доставьте его в покое. Он и спит не просит, он работает грузчиком, стипендию он не получает. В нем что-то есть, говорила Вера Николаевна. Вот эта вера, Вера Николаевна, наверное, в общем-то, и сохранила во мне вот эту вот любовь и жажду что-то сделать. Выделяет, между тем, артист собственную работу в картине «Белый снег России» о судьбе четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина. Противопоставляя фильм со всеми любимым «Любовь и голуби», советует каждому из студентов его посмотреть. Посмотрите, потом поймете разницу между «Любовь и голуби» и «Алехином». Доренин и все дела эти. Но когда меня Володя Меньшов утверждал в «Любовь и голуби», он думал, что я все-таки городской. И вот он ходили по злащим местам, там, богодулы, там, все неглазки, все эти алкаши, ходили по подвалам, там, каких-то там, таким злащим местам. Он все хотел, чтобы я поискал характер, там, что-то такое. Я говорю, Володя, я родился в полной нищете, землянке, всех этих богодулов, все эти селеглазок, я вырос среди них. Встреча с Александром Михайловым – лишь часть череды событий ближайших дней. Дней в ГИКа в Тамбовской области. Студентов и абитуриентов ждут мастер-классы по сценической речи, лекции по истории кино, а также советы о том, как поступить на операторский факультет в ГИКа. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. В Тамбове откроется Центр помощи семьям мобилизованных. Речь об этом шла на брифинге, который привели в главном корпусе ТГУ имени Державина. Какие именно функции он будет выполнять и когда планирует начать работу, расскажет Дмитрий Шапкин. Многофункциональный центр откроет на Степана Разина 17-1 на первом этаже. Здесь будут помогать участникам СВО и их семьям. Создадут новую структуру депутата Тамбовской городской думы вместе с ТГУ имени Державина, который предоставит набор услуг и своих студентов в качестве волонтеров. Запланировано большое количество культурных мероприятий, как для детей, соответственно, участников СВО, так и для взрослого населения. Кроме того, планируется, у нас в университете такой опыт уже был, мы осенью эту деятельность начали, планируются бесплатные курсы для тех, кто собирается принять участие в специальной военной операции. Спектр задач, которые будет решать центр, довольно широк. Это бесплатные юридические консультации, содействие в оформлении выплат и информировании о них, помощь добровольцев, сопровождение пожилых людей в больнице, уборка снега во дворе, а также вовлечение в целый ряд культурных проектов. Я думаю, что и бизнес, сообщество подключится к нашим совместным начинаниям. Особенно те организации, которые задействованы в культурно-массовых мероприятиях, театры, какие-то детские развивающие центры, оказывающие различные представления, вот мы, я думаю, что тоже сможем их подключить, они не останутся безучастными. Кроме того, центр будет помогать семьям военнослужащих в трудоустройстве, если надо, предоставить школьникам репетиторов из числа волонтеров. Ожидается, что он заработает после майских праздников. Обратиться за помощью в него можно будет как очно, так и по телефону. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей. Сотрудники линейного отдела полиции вновь проводят профилактические беседы с тамбовчанами. На этот раз особое внимание блюстители закона уделили железной дороге под Елецким мостом. Почему на этот участок делают упор и как планируют решать проблему с нерадивыми пешеходами, выяснила Полина Болотова. Я все понимаю, я виноват, согласен. Подождите, что способствует вам здесь как раз переходить? Опаздываю, просто опаздываю. И так практически ежедневно через эту железную дорогу на разных ее участках тамбовчане проложили три народные тропы. До Елецкого моста эти далеко неудобно, а через ЖД-пути в самый раз. Здесь люди привыкли ходить через дыру в заборе. Сотрудники правоохранительных органов уже направили представление с просьбой ее заделать. Одна из народных троп на этом участке располагается прямо под Елецким мостом. Сотрудники правопорядка регулярно фиксируют здесь административные правонарушения у всех категорий граждан. Только за этот год отсюда в участок были доставлены 33 несовершеннолетних. Представители старшего поколения зачастую привлекаются повторно, но административная ответственность, которая неизбежно за этим следует, не самая страшная. Граждане совершают административное правонарушение и переходят железную дорогу в неустановленном месте. Таким образом они сокращают себе путь, не задумываются о том, что они могут сократить себе жизнь. У нас с января месяца зарегистрировано три факта травмирования граждан. Один из них – несмертельное травмирование несовершеннолетнего. За первое правонарушение пешеходу выносят предупреждение, за повторное выписывают штраф. Что касается несовершеннолетних, все материалы собираются и направляются на комиссию по делам несовершеннолетних. Туда приглашают ребенка и решают вопрос о постановке на учет. Полина Болотова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Тысячи погибших щук, карпов, толстолобиков, карасей и окуней в окрестных прудах обнаружили жители села Краснополье, что в Тамбовском районе. По их мнению, рыба не задохнулась под толстым льдом, а отравилась химикатами, которые вместе с талым снегом стекали в воду осенью, зимой и весной. На месте локальной экологической катастрофы побывал Дмитрий Шапкин. Жаль, что камера не придет запах, который царит здесь. Он на самом деле ужасный. Это запах разлагающейся рыбы. Причем огромного его количества. Вот этот пруд в среднем глубиной 4-5 метров. Есть ямы до 15 метров и, наверное, даже больше. Вот фактически во всех этих зимовальных ямах погибла рыба. Причем рыба очень крупная. Туша мертвого толстолобика в воде чуть меньше метра и весом около 10 килограммов. Буквально через несколько метров на берегу крупный сазан. Рядом куча мелкой мертвой рыбы. Такую картину мы увидели, когда прибыли на самый большой пруд возле села Краснополье. По словам местных жителей, беда пришла на все четыре окрестных водоема в самом начале зимы. Декабрь месяц, вот самые сильные дожди пошли, все пошло в пруды. И потом ребята начали вырубать и кормить этих кур. И все. А потом вот по весне сейчас все это всплыло. Но они всплыли опять небольшие. Там вот мы видели только 15 килограмм, 10 килограмм, вот такие. А которые 20 килограмм, те, скорее всего, утонули. Версию с замором из-за нехватки кислорода подо льдом старожилы отвергают. Так Михаил живет тут уже 62 года и ни разу не видел, чтобы рыба задыхалась зимой. На этих кадрах масштаб гибели. В некоторых небольших водоемах погибла практически вся ихтиофауна. Всю рыбу отравили. Негде ловить. Теперь вообще мрак. Это страсть. Четыре пруда садили. То есть и маленькая, и большая. Да, и вот даже баранский знает пруд. Знаете вы, да? Тоже осадили. Это все, все. Не знаем, где, чего. Там не купаться теперь нельзя, ничего. Это надо ловить. Версии гибели рыбы из-за местных аграриев придерживаются и арендаторы водоема. По их словам, из-за дождливой осени и слякотной зимы химкаты с полей попали в воду и отравили ее. Пруд у нас находится в низине. И вся вот эта химия, все удобрения, потому что на тот момент мы видели, что с пена все шло. И вот это вот гниение от земли свеклы, все со всех сторон начало заходить именно в водоем. То есть уже на корке льда, который там на тот момент, несколько сантиметров 10 был, был сантиметров 15 воды. Желтый-желтый, такой рыжий, с характерным запахом свеклы и вот этих химий. Местные жители забили тревогу и уже обратились в прокуратуру, Росприроднадзор и другие госструктуры, чтобы выяснить причину трагедии. На днях на водоемы приезжала проверка. В пятницу, 31 марта, специалистами отдела государственного контроля был осуществлен выезд на данные пруды, произведен отбор проб воды. В настоящий момент пробы направлены для инструментального анализа в ЦЛАТе. Результаты ожидаем 6-7 апреля. По результатам будет понятно, из-за чего произошло загрязнение. Именно этот пруд ежегодно зарыбляли в течение 8 лет. Арендаторы разрешали ловлю удочками и спиннингом, запрещали только сети и так называемые электроудочки. В итоге рыба тут выросла до рекордных размеров. К слову, именно тут в минувшем году выловили щуку весом 13 килограммов. Теперь все это в прошлом. На восстановление по голове рыбы здесь может уйти несколько лет. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей. Число социальных предпринимателей в регионе может быть увеличено без малого в 16 раз. О том, как раскрыть этот потенциал и простимулировать развитие бизнеса с душой, говорили на тематическом форуме в областном центре. Обо всем по порядку в сюжете Юлии Савушкиной. Большинство участников этого форума – чиновники, представляющие каждое из 30 муниципальных образований региона. Директор Национального центра развития социального предпринимательства Денис Богатов уверен, именно от исполнительной власти на местах зависит, какими темпами и в каком направлении будет развиваться бизнес с душой. Когда предприниматель на месте вроде работает, выполняет какие-то свои функциональные задачи, он даже может не подозревать, что его деятельность относится к социальному предпринимательству. И здесь очень важна, конечно, поддержка со стороны наших коллег на муниципальном уровне, которые смогут подсказать, рассказать, направить даже действующего предпринимателя и связать с Центром инноваций социальной сферы региональным, который уже возьмет на сопровождение этого социального предпринимателя. Потенциально в Тамбовской области может работать до 500 социальных предпринимателей, уверены эксперты. Пока же бизнесменов, готовых решать социальные проблемы, насчитывается чуть больше трех десятков. Ксения Матвеева занялась таким предпринимательством два года назад. Она учит детей верховой езде, периодически устраивая совершенно бесплатные занятия. И ни о чем не жалеет. Мы приглашаем всегда новых деток. Плюс у нас проходят экскурсии, тоже, что является именно для детей познавательные. Мы рассказываем о Тамбовском ипподроме, кормим лошадок, рассказываем историю наших знаменитых лошадей. Ну и вот таким образом, то есть набираем 50. У нас есть, помимо этого, другие способы дохода. Но больше 50% дохода является именно от детской спонисекции и от экскурсии. На площадках форума неформальная атмосфера, общение в формате живого диалога, кульминацией которого станет стратегическая сессия в конце рабочего дня. Участники поделятся на команды, в каждой из которых будут как представители органов власти, так и социальные предприниматели. Им нужно будет выработать совместные решения. Плодами такого взаимодействия уверенные организаторы могут стать новые меры поддержки социальных предпринимателей. Государство сегодня готово помогать бизнесу. Государство сейчас очень хорошо поддерживает социальное предпринимательство. Разные меры поддержки в рамках национального проекта. Мало и среднее предпринимательство есть для социальных. У нас на региональном уровне снижена налоговая ставка по упрощенной системе для социальных предпринимателей. В фонде содействия кредитования можно взять под льготный процент кредиты для социальных предпринимателей. В числе участников встречи были также и потенциальные социальные предприниматели. Эксперты рассказали им об отличительных особенностях социального предпринимательства, о его законодательном регулировании, а действующие социальные предприниматели поделились собственным опытом. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Юные художники нашего региона поздравили город-герой Севастополь с 240-летием своими картинами. В областном парламенте прошла выставка детских работ и отбор лучших рисунков для отправки их на вернисаж в Севастополь. С инициативой провести выставку детских рисунков на тему «Поздравь, Севастополь» выступило законодательное собрание города. К участию в выставке пригласили художников из 28 регионов страны, в том числе из нашей области. В региональном этапе приняли участие ученики художественных школ со всей области. Всего на выставке представлено около 200 работ. Выбрать из них лучшие непросто. Мы сейчас отбираем лучшие для того, чтобы послать на выставку туда, в Севастополь. Они там будут экспонироваться. Вот у нас целая комиссия создана. И, в общем-то, с большим трудом удается сейчас выбирать вот именно те изюминки в нашей хорошей выставке, те искорки, которые бы достойно представили Тамбовскую область. После отборочного этапа лучшие работы отправятся на выставку в Севастополь. Победители регионального этапа выставки детских рисунков отметят памятными подарками в Тамбовской облдуме уже на следующей неделе. Он пел Россию сердцем незабвенным. Рахманиновские уроки под таким названием стартовали в регионе. Первое занятие, посвященное великому русскому композитору, для тамбовских старшеклассников провел глава региона Максим Егоров. Подробнее в сюжете Юлии Савушкиной. Музыкальные моменты Сергея Рахманинова в исполнении выпускника и преподавателя Тамбовского колледжа искусств Георгия Дороженко открывают первый в регионе рахманиновский урок. Впечатлениями об этом произведении школьники делятся с главой области Максимом Егоровым. Тревога постепенно сменяется легкостью, нежностью. И мне кажется, в этом заключается особенность и удивительная красота этого произведения. Сергей Васильевич Рахманинов – русский патриот и композитор. Так называется этот урок-концерт. Максим Егоров познакомил 11-классников школы Сколково-Тамбов с основными вехами биографии композитора, представив ряд фактов о жизни и творчестве, которые, по мнению главы области, наиболее повлияли на творческую судьбу Рахманинова. Рахманин удалось сделать национальное русское, вселенским, вывести нашу музыку на мировой уровень. Очень метко сказал о нем поэт, это великий музыкант, «Сия России, бессмертным языкам, сия Земли». Это действительно такие слова о великом человеке, о великом композиторе. Конечно же, меня спросили, записывали ряд, цикл таких видеосюжетов, что для кого значит Рахманинов. Я сказал, что Рахманинов для меня – это музыка вне времени. Вот это у меня такое было. Я его так чувствую. Рахманиновские уроки проводятся в рамках празднования юбилея великого композитора. Их будут проводить на протяжении всей недели, до 7 апреля, по всей области для школьников и студентов. В детском саду Мальвина решили креативно поддержать весенний месячник в Тамбове. Педагоги и воспитанники создали мультфильм по мотивам всеми любимого советского мультика «Пластилиновая ворона». Главные герои мультика – два мальчика. Один мусорит, разрисовывает остановку, ломает лавочки и деревья. Второй старается сохранить красоту и уют родного города. Это своеобразная инструкция для детей о том, как не надо делать, уложенная в три минуты. Конечно же, в конце добро побеждает зло. Молодежная хоккейная команда Тамбов буквально в двух шагах от победы в чемпионате на Кубок регионов. Сейчас молодые люди играют в полуфинале и готовятся к встрече с серьезным соперником. На что в тренировках делают упор и почему для игроков молодежки эти игры имеют особое значение, знает Полина Болотова. Молодежная хоккейная команда появилась в регионе сравнительно недавно. Ее создание – большой шаг в развитии тамбовского хоккея. Дело в том, что здесь играют молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года. То есть приходят из детского хоккея и выходят в высшую хоккейную лигу. Когда молодежки не было, молодые люди просто теряли сноровку за эти четыре года и, соответственно, путь в ВХЛ оставался закрытым. Молодежка заявила о себе громко, а дальше только набирала обороты и по итогам регулярного чемпионата вышла в плей-офф. Сейчас на Кубок регионов претендует четыре команды и соперники уже определены. Нашим хоккеистам предстоит встреча с Рязанью ВДВ. В регулярном чемпионате МХК Тамбов заняла первое место. Правила гласят, что при таком раскладе молодые люди едут на лед к сопернику. Своя родная площадка, она лучше, чем выезд. Потому что площадки еще разные, а болельщики, ну и дома играть лучше всегда. У нас осталось, в принципе, два шага до Кубка. Ну вот мы стараемся как можем выигрывать и радовать болельщиков. Это прежде всего и для Тамбовской области очень хорошо, и для самих ребят. Подготовка идет полным ходом. Хоккеистов разбили на несколько команд. Каждая играет около минуты. Отрабатывают в первую очередь большинство и меньшинство. То есть моделируют ситуации, в которых может быть численное преимущество у Тамбова или у соперника. А такие ситуации возникают у всех команд. Спортсмены нарушают правила или травмируются. В общем, удаляются с площадки. Вы должны их оставлять между двумя игроками, чтобы они вроде пошли, а пошел сброс. Он раз и не знает, кому взять. А вы ждете, пока к вам приедут, и потом вы начинаете делать сброс. В играх на вылет важна и отработка тактических действий. Вместе с товарищами с норовку оттачивает защитник Вячеслав Водряков. Его задача – держать оборону и не давать сопернику забить. Этот сезон для парня определяющий. Ему 20 лет. Когда отыграет, нужно будет отправляться в ВХЛ. Результат, который слава показывает в каждой игре, влияет на его будущее. Настрой положительный, боевой. Мы понимаем, что Рязань-ВДВ – хорошая команда. Они не зря с 0-2 с Венисоном отыгрались. Поэтому будут хорошие боевые игры. Готовимся по полной. Тамбов встретится с Рязанью ВДВ 6 и 7 апреля. Играют до трех побед. Полина Болотова, Илья Тырса, Евгений Мещеряков. Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции – 56 46 48. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова